Как преодолеть карму? Даже при внешней видимости процветания и благополучия. Очень скоро вы поймете, что ваша видимость процветания не приносит вам счастья. Выберите вечер в полнолуние, когда наши эмоции буквально выплескиваются через край. И нам чрезвычайно трудно удерживать их внутри. Это как раз то, чего вам не хватает. Умение проявить и принять свои истинные эмоции. Несколько минут внимательно посмотрите на Луну. Затем направьте все свое внимание внутрь себя. Пришло время познакомиться со своими чувствами. Забудьте на время о своем стремлении к стабильности. Устройте для себя вечер нестабильности. В полнолуние самое время сделать это. Прислушайтесь к себе. Как вы думаете, какие эмоции давно уже хотят выйти наружу? А вы не позволяете им этого. Чего вам в действительности хочется? Может быть, вы устали от работы и вам хочется отдохнуть? Позвольте себе это. Может быть, вам хочется расслабиться и порадовать себя чем-то? Ведь вы так давно этого не делаете. Подумайте, что может доставить вам радость. Снова посмотрите на Луну. А затем начинайте повторять следующую молитву. Как можно больше раз подряд. Сначала про себя, а затем слух. Дай мне силы принять то, что я не могу изменить. Дай мне смелость изменить то, что я могу изменить. И дай мне мудрость, чтобы отличить одно от другого. Пусть эти слова станут вашим жизненным девизом. Со временем вы поймете, что вы не обязаны быть совершенством и идеалом в глазах других. Не обязаны все вещи в мире привести к их идеальному состоянию. Позвольте себе быть собой и миру быть таким, какой он есть. Доверьтесь своей интуиции. Спросите себя, что я действительно хочу. Чем мне интересно было бы заняться. Не приносите в жертву свою истинную сущность и истинные интересы видимой стабильности и порядку. Усвоите одну простую истину. Когда вы стремитесь к видимости благополучия, это видимое благополучие достаточно скоро разрушится. Если же вы стремитесь реализовать себя, свои истинные стремления и интересы, и стабильность и благополучие приходят сами собой, безо всяких ваших усилий. Лучше не тратить сил на поддержание этой видимости. Лучше потратите их на истинную самореализацию. Это капитал, который всегда будет лишь пополняться и никогда вас не подведет. Поверьте в себя и в свои способности, они у вас есть и немалые.